Привет! Рад тебя видеть на новом видеоролике по моим доставкам в Яндекс.Еде. Последние дни я редко записывал свои доставки. Я пытался найти контент, но особо ничего не происходило, да и последние дни я делал очень мало доставок. Хотя и были на самом деле интересные ситуации, о которых хотелось бы как-нибудь вам рассказать. Но сегодня довольно-таки интересный, неплохой день у меня получился, который, если честно, поначалу мне казалось тоже я не выложил. Потому что вначале я долго искал заказ, как вы потом увидите, и не особо у меня что выходило. Но зато потом довольно-таки неплохо всё пошло. Ну чё, начинаем с лотик. Время 12.00. Приоритет 1. Посмотрим, что у нас сегодня будет. Выходной день сегодня. На много заказов не рассчитываю. Предыдущие дни у меня тоже особо по заказам было не очень. Вот, поэтому даже и ничего не снимал. Но сегодня вот решил, что нужен видосик, нужно показать, что с работой. Пока праздничные вот эти дни, 23 февраля и так далее. Вот, поэтому смотрим и наслаждаемся. На улице 0 плюс 1. Каша. Вода. Грязь. И дискомфорт. Наверное, это можно так назвать. Ты идёшь, и у тебя вот... Чё это такое? Но зато чувствуется уже весна. Я, кстати, немного ошибся. Время 11.40, а не 12.00. Поэтому от 11.40 начинаем отчёт. Если я сегодня утону, не обессудьте, но сегодня всё вот такое вот. Если, короче, сейчас я доберусь до метро, и заказ не выпадет, попробую поработать пешим курьером на велостатусе. Понятное дело, опозданий будет много, но и заказов должно быть побольше. Ну, а если не будет заказа, то вернусь обратно на пешик, буду ходить. Первый заказ упал только лишь в 12.14 из магазина 4. Всё, где-то 5 минут подождал, забрал заказ. И сейчас отправляюсь к клиенту, он тут недалеко находится. Блин, подъезды перепутал. Сейчас приходится вот по всему вот этому вот идти за угол дома в соседний подъезд. Всё, вручил я заказик, короче, вместе с курьером. Тоже с Яндекса, только без доставки. На один и тот же адрес поднялись, спустились, короче, поговорили. Вот, ну я так думаю, блин, может уж попробовать как-нибудь в доставке поработать. Должны же там быть заказики. Вот, ну а сейчас буду ждать второй заказ. Короче, мультизаказ на Семёновский из KFC. Я уже прибыл, сейчас зайду в ТЦ, и потом пойду в KFC уже. Оба заказа на относительно одну и ту же улицу. Всё, забрал все два заказа, прям сразу как зашёл в KFC, они уже были готовы. И сейчас отправляюсь на автобус, и на автобусе поеду отдавать клиентам их заказики. Какая ирония судьбы для второго клиента. Я сперва его дом прохожу, чтобы отдать первому клиенту, а потом возвращаюсь сюда, чтобы отдать следующий заказ, который его. Вот прикинь, он видит в приложении, как я прохожу мимо его дома, и не понимает почему. Всё, отдал заказ, и отправляюсь назад забирать, ой, точнее отдавать следующий заказ. До него у меня идти где-то минут 10, и получается в 13.40-13.45 я сделаю только лишь третий заказ. Получается, пока что у меня за 2 часа 3 заказа, и это мега мало, учитывая, что это норма за 1 час, но, блин, заказов реально нет. Плюс я вышел из дома, сразу начал слот, и около моего дома вообще ничего мне не падало. Поэтому потерял я время, но я надеюсь, что сейчас я буду находиться опять же в районе Сокольники Шеста Энтузиастов, и мне выпадет ещё заказ. Ой, Сокольники, Семёновская. Вот, почему-то чую, что либо на Семёновскую меня закинет, либо где-нибудь здесь какой-нибудь вкусвилл даст. Прям очень на это надеюсь. Приоритета у меня нету, буду его возвращать. Плюс весной, когда уже на велике буду доставлять там. плюс ещё сколько-то даётся приоритета за транспорт, вот. И будет намного проще доставки делать. Сейчас приходится с низким приоритетом эти заказы, ну, можно сказать, искать. Из-за этого даже нету возможности отказаться от заказа, потому что другого тупо не будет. Поэтому доставляю вообще всё, что мне падает. Тяжёлый заказ, не тяжёлый. Пицца, не пицца, а доставлять надо всё. Докладываю. Прошло два часа работы. Мой правый ботинок полностью мокрый, носок мокрый. Правый, ой, точнее, левый всё ещё живёт. Посмотрим, сколько он будет жить. Вообще по кайфу просто идёшь и думаешь о том, что весна всё тает. Но, блин, мои ботинки, мои ноги, всё мокрое. Всё просто нереально жёстко. Но мысль весны, она меня согревает. Наверное, от этого в носки ещё быстрее высохнуть. Я же говорил про следующий заказ на Семёновскую. Он и выпал, аптека. Так что сейчас отсюда на Семёновскую возвращаюсь. Всё, закончилось мультизаказом. Время 13.45. И я сейчас отправляюсь на Семёновскую забирать аптеку. Короче, ещё один мультизаказ на Семёновской. Мне прям нравится, что я сюда решил туда приехать. Вот, и сейчас забирать из аптеки будем заказик. И будем забирать из Тюремка заказик. А потом отправляться на Мироновскую и на Измайловское шоссе. Или улицу. Короче, что-то такое. Но это всё рядом находится. Вот, поэтому ставлю на то, что следующий заказ будет тоже где-нибудь на Семёновской. Забрал заказ из аптеки. И сейчас уже пойду забирать готовый заказ из Тюремка. Сейчас иду, иду. Что-то решил в телефон посмотреть и увидел, что статус забыл прожать. Слава богу, далеко не ушёл. Сейчас статус прожал и отправляюсь в клиент. Не выходя из лифта, дал клиенту сейчас заказ из аптеки. И теперь отправляюсь в ЖК на Мироновскую. Отдавать заказ из Тюремка. Идти мне, кстати, почти 2 километра до этого клиента. Ну, в принципе, неплохой заказик по расстоянию. Правда, коэффициенты вообще что-то не смотрю. Я с последних дней вообще расстроен у них. У меня очень много заказов было с коэффициентом 1. Всё желание бывало работать, но сегодня что-то как-то даже получше, что ли. Вот. Ну, будем смотреть, что дальше выпадет. Перебежал дорогу там, где не было светофора, обновил карту, и теперь мне полтора километра идти. Но Яндекс всё равно это будет считать как 2 километра. Кстати, а вы знали, что несмотря на то, на чём вы работаете, по статусу вело или электровело или пеший, вам будет в основном Яндекс считать именно маршрут, который ставит Яндекс.Карту для пешего курьера. Потому что он чаще всего самый короткий, и для Яндекса это основной маршрут. И километраж считается именно по нему. Например, если у вас пешком идти 2 километра, а на велосипеде 4, то вам посчитает 2 километра. Всё, наконец-то я дошёл до клиента. У меня в запасе ещё 4 минуты есть. И надеюсь, что заказ мне следующий пройдёт, ну, хотя бы минутки через 5. Немножко отдохну, и немного ноги пускай подсохнут у меня, встаю в подъезде. Знаете, что смешно? Вот как только я записал видеоролик, ну, кадр того, что я хочу немножко отдохнуть на этаже, и подсохнуть у меня выпадает заказ из Макдака на Семёновской. Поэтому сейчас отправляемся после этого заказа в Мак, и зависит от того, какой там заказ. Обычно Мак на Семёновской долго собирает заказы. Посмотрим, что в этот раз будет. Ну, такой же вид нельзя не заснять, правильно? Красиво, красиво. Ну, мне кажется, если бы я был на максимально высоком этаже, обзор был бы ещё лучше. Здесь он как-то немного скован из-за этих домов всяких. Снова, короче, мультик. В итоге у меня Макдак и KFC. Отвозите KFC, последний заказ, на Вольную улицу, снова в сторону Соколиной горы. Я не особо люблю туда ездить, потому что приходится потом опять возвращаться сюда, на Семёновскую. Всё, забрал я два заказа. Где-то ушло мне на это минут 5-7. И сейчас иду относить первый заказ. Тут всего лишь 200 метров пройти надо. Всё, отдал первый заказ из Мака. Немного было сложно. Не смог найти нужный магазин. Сейчас отправляюсь на следующий заказ. Как же я ненавижу KFC и всего стаканами. Почему нельзя нормальные сделать стаканы? Я помню, в Маке часто была такая проблема, что стаканы проливались. Но они как-то решили эти проблемы. Там сейчас нормальные стаканы с нормальными крышками в основном. А здесь, блядь, я достаю заказ. Я понимаю, что там не сильно прям много пролилось, но пролилось. Слава богу, что попался пацан нормальный. Не стал ничего говорить. Мы посмотрели. Он сказал, ну нормально, ничего страшного. И разошлись. Ну блин. Такие проблемы надо фиксить. Либо бутылки делаете, либо стаканы лучше. Что-то как-то цепочка заказов у меня оборвалась. Вот. Автобус долго ждать, поэтому пешком буду сейчас идти. И ко всей слякоти, которая на улице есть, добавился снег, который прям в лицо идет. И как-то становится пасмурно. И ветер более холодный становится. Ну да, и понятно. Время уже подходит к вечеру. Время что-то 15.40. 15.45, наверное, как раз уже. Вот. А я пока сделал только 7 заказов. Сейчас бы хотя бы мультик сделать, и нормально будет. Ну я, Андекс, дай заказ. Я не хочу бесплатно идти до Симеоновской. Дай мне один любой заказ на Симеоновской. Чтобы то расстояние, которое я сейчас иду, оно мне хотя бы как-то оплатилось. Не хочу бесплатно топать. Не люблю. Короче, нету нифига заказов. Ботинки у меня уже, жаль, какие мокрые. Носки я молчу, если они там существуют. Поэтому пойду я домой. Вот. Высыхать, отдыхать. Я надеюсь, что скоро это все закончится. Будет весна, будет велосипед. И будут новые доставки. Ну что, вот мой день и закончился. Да, доставок сделал мало. Рассчитывал на 10-15, если честно. Но день начался изначально так, что 3 заказа я сделал за 2 часа. С учетом того, что моя норма это в час, в час делать 2-3 заказа. Порой получается 4. Из-за этого, конечно, получилось так, как получилось. Хотя вот сейчас, весной, я думаю, что погода наладится. И на велосипеде я буду делать намного больше доставок. И намного больше времени у меня будет уходить на работу. Поэтому ждем весну, ждем велосипед. И делаем очень много доставок. И, конечно же, больше зарабатываем. А я рад, что вы посмотрели мой видеоролик. Надеюсь, вы уже подписались на мой канал, поставили лайк. А я желаю вам всем удачи и до скорых встреч.